Итак, я подошла к тому месту, где буду менять нить. Синяя нитка нам здесь, в принципе, больше не потребуется. Поэтому ее можно обрезать. Только очень аккуратненько. И сейчас я буду вязать пряжи травка. Называется, я уже говорила, она вот такая вот интересная. То есть ее очень удобно использовать для отделки новогодних игрушек. Так. Сначала крепим нить. Вот эту синенькую прям сразу ввязываем. Провязываю. И провязываю обычный столбик. И затем вяжу. Можно вязать столбики с накидами, можно столбики без. То есть я вяжу обычные столбики. Ввязываю синюю нить. Здесь нужно вязать посвободнее, потому что, чтобы, как бы, вот эта часть шапочки была пообъемнее. Чтобы вот эти все махнушки высыпались. То есть таким образом мне нужно просто провязать вокруг данный ряд. Здесь столбики сформированы, потому что мы ряд провязали. То есть вот до этого места. Надеюсь, понятно. Вот я связала два ряда даже, чтобы попушестие вот эта вот, как бы, оборка у шапки была. Дальше нам эта нить больше пока не потребуется. Поэтому я ее обрежу. И сейчас мне нужно перейти на красную нить. То есть шапка у него будет красного цвета. Берем ирис красного цвета в две нити. Так же, как и самого дракончика я вязала. И привязываем к нашему вязанию. Вот так вот. Здесь нужно аккуратненько, потому что здесь вот эти всякие пушистинки. Желательно вот эту красненькую ниточку вязать. Но можно ее оставить как бы сзади. То есть просто я провязываю все столбики красной ниточкой. И таким образом у меня будет уже сформироваться колпачок. Затем мы его заузим в верхней части. Будем уменьшать петельки. То есть сейчас я вяжу без уменьшения петель. Просто нужно провязать пару хотя бы рядов без уменьшения петель. А там уже, исходя из формы, будем смотреть сколько петель и где уменьшать. Я связала два ряда красной нитью. Теперь буду уменьшать. Я буду уменьшать через четыре. То есть вот сейчас я провязываю два столбика вместе. И затем четыре петельки провязываю без уменьшения. Я это уже показывала. Думаю, что вы сделаете это спокойно. То есть сейчас опять две вместе и затем четыре без убавления. И затем нужно провязать хотя бы два, я думаю, ряда. Вот с тем количеством петель, которое у нас будет. Чтобы так он как бы по форме медленно убавлялся и получился такой новогодний колпачок. Итак, я довязала. И теперь я буду убавлять следующим образом. Сейчас я буду убавлять через две петельки. То есть я собираю. И затем две петли провязываю без убавления. Раз. Два. И затем две вместе. Так, я надеюсь, понятно. На следующем ряду, то есть вот так вот ряд провязываете до вот этой нижней части. На следующем ряду через одну петельку. То же самое, только между ними должна быть один столбик, одна петля. Затем каждую пару я буду убавлять. То есть каждые две я провязываю в одну. И в итоге у меня как бы колпачок соберется. Останется связать только беленький пумпончик сверху. Итак, я дошла до ряда, где каждые две петельки нужно собрать в одну. То есть вот сейчас я провязываю каждые две в одну. Так, затем опять две в одну. Две в одну. Так, тут осталось совсем немного. Раз. Сворачиваемся. Так вот провяжу. Все. То есть вот таким образом у меня получился колпачок. И сейчас дракоши выглядит вот так. То есть он у нас уже в шапочке. Так, теперь нам нужно сделать пумпончик. Вот красную нить я пока оставлю. Мы ее потом уберем. Так. И ввязываю травку белую. Так провязываю. Вяжу три воздушные петельки. И креплю там же, где привязала нить. Так. Затем опять вяжу три воздушные петли. И опять сюда же прикрепляю. Так. Теперь опять вяжу три воздушные. И опять сюда же креплю. Теперь нужно только обрезать вот эту ниточку. Так. И убрать, обрезать также красную нить. И вот эти все три нитки нужно убрать вовнутрь. То есть вот здесь, сюда заправляется крючок. Только не такой тонкий. И вот эти ниточки вовнутрь заправляются. То есть вот таким образом. Нужно убрать все нити. То есть вот эти белые, их тоже нужно вовнутрь как бы заправить. И тогда вот получается такой колпачок. Вот. С пумпоном все как положено. Так. Теперь вот у меня голова готова для дракона. И естественно ее нужно заполнить. То есть набиваем, чтобы она не была мягкой. Так как мы сейчас ее завяжем совсем. И этот процесс просто потом будет невозможен. То есть сейчас набиваем. Так. Ну вот я не знаю, шапку есть смысл набивать. Немножко добавлю. То есть вот таким образом вы ее заполняете. И сейчас мы ее совсем завяжем. Она у нас будет закрыта. Так. Теперь я буду переходить на туловище. Драконы. Соответственно, вот если посмотреть внимательно, да. То есть я должна провязать вот так вот несколько рядов. И затем уже здесь будет шея. И дальше уже можно вязать само туловище. Так. Удобнее будет вязать вот отсюда. Так. То есть закрепляем нить. И аккуратненько провязываем вот эти вот петельки на данной стороне все. Без добавления, без убавления. Здесь будет очень сложно, потому что нужно придерживать постоянно ее, чтобы она не прогибалась. Так. Ну и так далее. То есть вот я довязываю вот до этого места. До противоположной стороны. Итак. Довязала до противоположной стороны последнюю петельку. Вот на этой части я провязываю с первой боковой. То есть вот так вот две петельки, но это рабочая петля. Соответственно, вместе. И затем еще одну. Здесь вот эта ниточка мешается. Одну провязываю как бы сбоку, получается. Переворачиваюсь. И дальше, не добавляя петель, вяжу полученные столбики. Только уже получается с изнаночной стороны. Всегда последнюю петлю нужно будет с первой боковой провязывать. Мы как бы этим действием прикрепляем наше вязание к боковой части. Сейчас я провязываю опять ряд назад, как бы. То есть вот то, что у меня получается. Итак, я довязала. Вот эту ниточку надо постараться как бы вовнутрь убрать, чтобы она не мешала вязанию. И, соответственно, последнюю петлю я провязываю с первой боковой. Вот боковая. То есть делаю прикрепление к этой боковой части. И затем еще одну петлю провязываю. Здесь очень все мелко. Уже само по себе. Дальше разворачиваюсь, не добавляя. Опять так же провязываю все эти петли, которые у меня получились. Количество петель у меня не должно увеличиваться. Поэтому обязательно посчитайте. То есть у вас вот это вот место все время должно быть. Если у вас 10 петель, то их должно быть все время 10. Если вы петли прибавляете, значит где-то вы провязываете лишнюю петлю. То есть теперь я делаю то же самое. И, в принципе, вот я сейчас довяжу, и мне нужно связать, наверное, еще один ряд. А может быть и не нужно. То есть может быть этот ряд вот, как бы это место закроет, и можно уже дальше вязать шею. То есть довязываю вот до этого места и смотрю. Итак, я думаю, что этого достаточно. То есть сейчас я последнюю петельку прикрепляю к боковой. Вот она. Так, по-моему, все так. И дальше я буду вязать по кругу. Потому что, в принципе, уже вот этого места, где нужно было завязать, его достаточно. Здесь уже петли добавляться нигде. Вернее, не добавляться, а вот этого перехода уже не будет. То есть сейчас я просто перехожу на вот эти петельки и все их провязываю. То есть вот у меня уже формируется данное место, то есть шея. То есть сейчас мне нужно хотя бы пару рядов в таком вот виде провязать. Я провязала два ряда. И думаю, что для шеи этого вполне достаточно. То есть дальше я буду добавлять петли. А как добавлять петли, вы выбираете сами. То есть, чтобы получилось, так скажем, чтобы туловище получилось в виде конуса, то, соответственно, нужно добавлять петли не очень быстро. То есть вот сейчас я добавлю где-то три петли. И потом два ряда нужно провязать с данным количеством петель. Затем опять добавлю три или четыре петельки. То есть ряд добавления, два ряда без добавления. Итак, добавляем следующим образом. В одну провязываем две. Добавление здесь и последнее здесь. Ну, примерно. Не знаю, сколько там получится петелек. Два, три, четыре. Вообще можно было посчитать в объеме и разделить на три части. Думаю, что вот здесь можно сделать добавление. То есть вы просто провязываете в одну петлю две. Два столбика. И все. И вот так же провязываю, делаю здесь. Затем два ряда без добавления.